До те засчитанные дни, буквально после праздничных выходных, Кирилл Вязов вместе с другими новобранцами отправится на областной призывной пункт. Куда призовут выпускник Омского государственного университета путей и сообщений, пока не знает. Но хотелось бы попасть в железнодорожные войска. Служба в армии, она закаляет человека, закаляет мужчину, делает человека сильнее, я считаю. И это необходимость каждого мужчины отслужить в армии. Служить ленинско-кузнечане будут по всей России. Наших бойцов хотят видеть и на флоте, и в железнодорожных войсках. Первая отправка 15 парней, жителей Ленинско-Кузнецкого и Ленинско-Кузнецкого района, уже в начале ноября. Их провожают торжественно. Призывники услышали напутственные слова главы городского округа Евгения Никитина. В вашей жизни наступает очень важный этап. Совсем скоро вы станете военнослужащими. На вас ложится особая ответственность. Защитить и охранять нашу родину. Обеспечивать безопасность нашего государства. Мирный труд нашего населения. Годы службы пролетят очень быстро. И в эти годы я хочу пожелать вам, чтобы вы научились всему тому, чему будут обучать ваши командиры, ваши старшие товарищи, сержанты и правильщики. Для вас это станет одной большой семьей, про которую вы будете вспоминать с честью и уважением. Я уверен, что вы станете достойными носить звание военнослужащего Российской Федерации. Стало уже доброй традицией, что призывников на службу благословляет духовенство, как православное, так и мусульманское. Хочу сказать, что летом в июле сын у меня старший ушел служить. Ленинск-Кузнецкий, но балтийский плод ушел. Поэтому первые сто дней уже отслужил. Редко, но звонит. Полет отличный. Все нормально. Служба проходит хорошо. Поддержка командиров есть. Ну и, конечно, проявление своего характера на себя. Своих самых лучших качеств. И я вам это, ребята, желаю. Как говорится, добрый путь. С Богом. В своих выступлениях все участники торжественного события желали будущим защитникам Отечества успешного несения воинской службы, честного исполнения воинского долга, доброго здоровья, благополучного возвращения домой после окончания службы в армию. Представители военкомата особо подчеркивают, что призывников-срочников в зону СВО направлять не будут. Каждый призывник получил от администрации городского округа памятные подарки и специальные шевроны с молитвой крестом от протеерея Василия Ануфриева. Благопожелания на путь участников праздника, обращенных к будущим воинам, чердовали с концертными номерами. Осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря. Выиска из Кемеровской области планируется направить более 2,5 тысяч человек.